Кто ты, Бог? Кто ты, Бог? Время, чтобы адаптироваться снова к климату, к этой среде и к менталитету. Потому что посещение, таких как Южная или Центральная Индия, где традиции сохранены много тысячелетней давности, которые приходят в культурный шок, так выражаются обычно западные люди, когда приезжают в Индию, впервые говорят, культурный шок, то есть я даже есть не могу. То есть совершенно все функции расстраиваются и мысли, мы не можем мыслить как там, мы не можем жить как там, все по-другому. Тем не менее там люди очень активно живут и даже более активно, они более энергичны. И в несколько раз больше солнца там, больше воздуха, Индия намыта океанами с этих сторон. И там поустроено, что в этой маленькой Индии очень большое разнообразие, очень трудно сразу с первого раза какое-то мнение иметь об этом месте. Очень много культурных традиций, но все они сходятся к одному единому, что существует абсолютно истинно. Поэтому, собственно, Индия это очень мирное место, где находят приближающие всей религии мира по сей день. Но при этом их особенность это очень мирная жизнь. Как вот недавно сейчас всплыло в памяти, мы шли с поезда в Индии, приезжали уже собирать из Добриндавана. И огромная толпа людей выходит из поезда, чтобы по авиадуку перейти к вокзалу, потом, естественно, какой-то транспорт, поехать дальше. Вот мы идем с вещами, нагруженная толпа людей и затор впереди. Все с вещами, спереди затор. И все очень спокойно, постепенно люди проходят это место. И когда мы зашли до затора, я посмотрел, что там было, собственно, что за препятствие. Там лежала собака, спала поперек дороги на ведуке. Собака спит, и никто ее не трогает, все ее просто обводят. Затор образовался вот из настоящей собаки. Это просто лютранция небольшая, что может удивить западного человека. Как бы эту собаку просто палкой можно было туда выгнать, да и все. Но вот отношение к живым существам, оно иное. Собака, не говоря уже о человеке, о других формах жизни. То есть древние традиции Индии – это ахимса. Ахимса, и мы можем это увидеть там в практическом применении. Именно по этой причине люди могут осознать абсолютную истину. Но когда есть что-то в абсолютной истине, сегодня тема очень сложная. Потому что, кажется, это касается религии. Ничего общего с религией мы не будем сегодня вообще разжимить и говорить. Никакого отношения. Религии выбираете вы сами. Это зависит от вашего, как бы уже, вашей индивидуальности или культуры, желания, веры. Это может меняться, может не меняться. Мы видим в истории человечества, что это что-то подвижно переменам. Религи могут меняться, они приходят в какой-то момент времени, скажем, христианство, ислам, неважно, индуизм или буддизм. Они пришли благодаря какому-то великому лидеру, не сшедшему, то есть аватар какой-то был, или шахтевый аватар, наделенный полномочными энергиями какая-то личность, либо свыше приходит непосредственно аватар и устанавливает какие-то высшие нормы здесь. И начинается вот религия под таким или другим названием. И затем в течение времени она может прийти в упадок. Ядая, дахи, дхарма, сия, гланир. Гланир означает, древние веды говорят, религия любая постепенно придет в упадок. И снова нужно будет обновить ее, снова кто-то должен приходить. И этот принцип обновления, он существует всегда и в постоянной вечности. Каждые примерно 500 лет на Землю приходят какие-то пророки с такой регулярностью. В разных культурах, в разных точках, ну, примерно так происходит. Каждые 500 лет кто-то обязательно будет и обновит какие-то принципы, забытые человечеством. И так от человека обычно исходит забвение, забвение этих принципов. Человеку нужен компромисс, потому что абсолютно истина очень-очень высоко, труднодостижима для нас, для наших чувств, ума, для практики особенно. Если я не могу что-то практиковать в жизни, возвышенно, так, ахимса, скажем, не убивай, или люби даже врага своего, мне трудно это делать, очень слишком сложные, возвышенные принципы, то это выражается в критике этих принципов. То есть люди начинают обсуждать, критиковать, а нужно ли так фанатично следовать самому этому вопросу. Вопрос о слабости, потому что я не способен делать так, как же мне быть тогда, если меня культура отвергает фактически. Если я не могу, что я принесу ахимса, то я же буду отверженным. Может быть, я тоже могу быть причастным к развитию цивилизованному прогрессу. Вы дайте мне какую-то уступку, я хочу каких-то компромиссов, чтобы мне протянули руку помощи. И с этого начинается именно момент утраты. Сначала приходит высшее знание, очень строго. Затем люди находят компромиссы, чтобы другие также могли быть причастны. А постепенно забываются эти принципы. Их принципиально высочайший духовный уровень. И вот эта беспринципность, она в природе у нас в осях. Человеческая природа называется. Она подтверждена четырем видам недостатков. Любой человек имеет четыре недостатка, написано в этом. И первый недостаток заключается в том, что чувства человека несовершенны. Очень несовершенны глаза, с точки зрения вселенского знания. Практически ничего не значит. Слух несовершенен. Наши чувства касания очень несовершенны. Даже ум, мыслительные процессы, способности человека тоже имеют свои пределы границы и несовершенны. Итак, это первый момент, чувства несовершенны. Другой момент. Человек подвержен иллюзии. Склонен впадать в иллюзии, принимать то, за реальность, что не существует. Что не существует. Например, иллюзия, самая сильная иллюзия заключается в том, если коротко говорить об этом, это целая тема, но если коротко говорить об этом, что иллюзия заключается в том, что человек не верит в собственную смерть. Он как бы теоретически знает это, но вера у него в том, что он будет жить вечно. То есть он располагается спокойно в этом временном мире, в ожидании смерти. Он может радоваться и веселиться при этом, потому что он в иллюзии находится. Называется подвержен иллюзии человека. И она, другое дело уже, насколько она необходима, эта иллюзия, это уже отдельный вопрос. Но мы сейчас говорим о недостатках человеческой природы. Чувства несовершенны, подвержены иллюзии, склонен ошибаться. Обязательно совершит какие-то ошибки. Волей-неволей, даже не желая этого. Поскольку имеет несовершенство, будет ошибаться. Есть такие примеры, как Кеннеди и Ганди. Это великие люди в истории современного мира. Но даже они ошибались. Даже великие люди ошибаются. Даже великие ученые ошибаются. Ганди говорили, не ходите на это собрание. Это была последняя встреча его. Там очень опасно. Он подумал, сказал, нет, я пойду туда. И был убит. Ошибка совершенно была. Даже великие люди, даже очень проницательные люди, тем не менее. Склонны ошибаться. И последний недостаток – это склонность к обманыванию других. Ну, в силу этих предыдущих несовершенств, я могу даже что-то честно говорить, но это уже ложь, потому что я уже обманываю чувствами своих, иллюзией, склонностью ошибаться. То есть я передаю какое-то знание своим детям, своим родственникам, или в школе. Я даже не знаю, где я обманываю людей. Я считаю, что я честный человек. Вот это очень важный момент, что вот эти четыре вида недостатков сопутствуют человеку. Поэтому мы не можем от человека получить знание об абсолютной истине. Это невозможно. Поэтому моя роль в данном случае весьма сложная. Потому что я человек. Я сейчас должен говорить об абсолютной истине. Как я должен говорить тогда? Если я буду говорить в свое мнение, я вас всех обманываю. Если я скажу, мне кажется, что абсолютная истина, то ли это? Или я думаю на своем опыте? Это все будет ложь и обманываю. И даже может казаться, что на данном уровне я прав. В сравнении с другими философами могу быть даже передовым. Но все это будет передовая ложь. Нет. Знание об абсолютной истине нужно получить из абсолютного чистого источника. То есть речь идет о преемственности. Абсолютная истина – это очень принципиально важный вопрос. И требует от человека прежде всего безупречной честности. Вот тогда мы можем быть об абсолютной истины. То есть только мошенники могут излагать свое мнение о том, чего они никогда не видели и не знают. Это природное мошенничество. Вот это человеческое природное. Волей-неволей мы становимся мошенниками, когда что-то придумываем. У нас есть воображение. Если не терять, мы пользуемся им, думая, что этого достаточно. Но это невозможно. Так же, как лягушка в колодце, никогда не сможет представить, что такое Атлантический океан. Такой пример. Попробуйте объяснить. Если даже скажете, дорогая, Атлантический океан. Я вот видел большой объем воды. Она спросит, сколько воды. Сколько галотцев ты видел в этом воде? Она будет, мыслить колодцами. Это ее опыт. То есть опыт ученых, науки. Вот несколько сотен всего лишь лет наука существует. Вот такая, как мы видим. Она имеет опыт очень небольшой. Практически никакого опыта она не имеет вселенского. Невозможно. Но если вы откроете Веры, там описывается размеры вселенной. Там описывается, что о таких вселенных действительно множество. Описывается устройство этого мира. До тончайших вещей. Как вот совсем недавно я открыл там какой-то сайт. Южная это Индия. Керала. И там описывается, как это боевое искусство, которое превосходит даже современные, известные китайские техники. И изначально найдено на санскрите венах. Это боевое искусство, которое сейчас пользуется в этой тюксе страны Востока. И там оно изначально существует. И этим искусством пользовались воины прошлого. Арии. И это искусство о тонком устройстве тела человека. И там сила практически вообще не нужна для того, чтобы быть воином. Нужно просто знание йога и концентрации. То есть эта наука сейчас не раскрыта. Ей почти не могут пользоваться. Сейчас в России один человек создал школу. Пытается ее применять. Он говорит, что это йога. И он говорит то, что обычно никогда не применялось ни в одном боевом искусстве. Если мы обратимся к этим первоисточникам, мы видим, что люди пользовались махапарат, иллюстрируют беды. И это история. В истории мира люди пользовались этими искусствами. Но они кажутся неправдоподобными, неосуществуемыми, сказочными, ремифическими какими-то действиями, поступками. Что люди действовали при помощи звука и концентрации ума. Все абсолютно любые науки основывались на этих двух способностях. Умение слушать, издавать звук и концентрации ума. Все искусство заключается в этом. Но мы сегодня не будем говорить об этой технике, мы сегодня поговорим об абсолютной истине. Абсолют означает, применимо каждому. То, что применимо каждому. Только не думайте человеку. Не только человеку. К каждому живому существу. Во все времена, отрезки времени. Всегда. Это называется абсолютное знание. И есть относительное знание. То есть не божественное знание. Это знание, которое опирается на мою индивидуальную природу. То есть я на данный момент времени думаю, что вот это вот хорошо, а это плохо. Время меняется, и я тоже концентр смогу изменить. Относительно места, времени и обстоятельств. Это тоже очень важный момент. Это функция разума. То есть абсолютное знание тоже нужно уметь применять. При этом, смотрите, в применении мы можем использовать место и время обстоятельства по-разному. Но знание при этом само не меняется. Одновременно оно неподвижно, статично и экстатично. И то, и другого применимо к нему. Как солнце находится в покое, верно же? Ну а его излучение? Столько жизни дает, столько энергии дает. Статично и не статично это является. Как океан, он статичен и не статичен одновременно. Он никогда не уходит из берегов. Но внутри происходят очень глубокие бурные процессы. Вот это означает абсолютное, измещающее в себе все эти противоречия. И статично, и экстатично. И то, и другое. И движущиеся, и недвирующиеся. Оно заполняет собой все это знание безгранично, поэтому оно статично. Но внутри абсолютного знания много взаимоотношений, взаимоотношений и взаимодействий. Оно очень подвижно. Поэтому здесь человеку сложно сориентироваться. Где-то точка отсчета. И для того, чтобы обрести это представление, необходима честность. Ну, безупречная честность. Не та честность, которая нам необходима, чтобы давать правильную задачу в кассе человеку. Это не та честность. Потому что, как мы сказали, если даже вы настроены честно, работая на кассе, в силу своего несовершенства, вы все равно кого-то обчитываете. Просто по ошибке. В силу несовершенства. Это невозможно. Поэтому введа говорится, что вот из-за этого несовершенства, вот из-за такой честности, из-за такой честности, и возникают разногласия между людьми. И вражда. И нарушается принцип ахинцы. Из-за мирской честности. Так, говорит. Если вы даже, не думая, не желая, по ошибке, совершили какой-то вот расчет неправильно в деньгах, даже с другом, это может разрушить все ваши отношения. Он заподозрит. Он заподозрит то, что вы не делаете. Он перестанет доверять вам. Но вы не нарочно. Но доверие кончится. Поэтому в Симах-Бабаху говорится, что воины, вражда, разногласия вспыхивают. В человеческом участие по поводу, и без всякого даже повода. Не имеет значения. Такова природа, как бамбуковый лес во время сезона жары. Жара в Индии. Это что-то страшное. Это не то, что жара здесь, скажем. Страшнее намного. Особенно, если еще ветер поднимается. Если ветер, то уже катастрофа. Можете не выжить на улице. Вот это зноя и ветер еще. Вы как в духовке будете с вентилятором. В бане с вентилятором. Представьте, у вас высушит просто этот ветер. Мы однажды попали в преддверие жары. Я почувствовал это очень опасное явление для западного человека, оказаться в таком пекле. И вот в таком пекле иногда дует ветер, и растут стволы бамбука. При такой жаре начинают шататься, качаться. И стволы терятся друг от друга. И вспыхивает пожар. Без всякой причины. Просто ветер. Вот это сравнение. Вот даже в человеческом обществе возникает разногласия, войны, разводы, ссоры, новое примирение и прочее. Без всякой причины или по какой-то незначительной причине. То есть серьезной причины нет. Если мы опираемся на абсолютную, то есть вообще такой причины нет иметь разногласия. Если Бог один, то почему мы должны рожать вас другом? Кто? Где причина? Нет никакой причины. Причина находится в относительном знании. Относительная истина это есть та причина, которая порождает разногласия. Я думаю так, а я так. И мы начинаем драться с вами, спорить. Бог такой, любовь такой, а у меня такая религия, а у меня такая религия. Но мы задумали одну вещь, что мы все вышли из одного источника. Поэтому вопрос религии не будет касаться. Только знания, только позиции человека, разума человека. Говорится, что только человек может осознать такие вещи, как абсолютно истина, но при специальной подготовке. Потому что очень огромная сила и влияние на нас имеет наше рождение. Пол, возраст, воспитание, культура, которую мы впитали. Все это помогает нам развивать, одновременно препятствует познать абсолютную истину. Потому что абсолютная истина очень-очень-очень далеко в случае любой материальной культуры. Это очень далекий процесс. Поэтому ученые выстраивают планы развития на тысячи лет вперед. Они планируют. Вот через тысячу лет мы построим такие города на океанах, и на сиреной Польше будут уже города постепенные колпаками, там будут оранжереи и прочее. Они планируют, но постепенно, постепенно. В будущем люди будут вот такие постепенно. Наши, наши потомки, ради них мы стараемся. Вот так. Нет. Абсолютное истинное, бесконечное знание существует уже сейчас. Не через тысячу лет мы достигаем совершенства, а прямо сейчас достигаем совершенства. если знаем, что такое абсолютное знание. Но при помощи материальной культуры это невозможно. Так быстро сделать. Это вообще невозможно. Этот процесс называется на санскрите «ароха». Он бесконечен. Это невозможно. Точно. Настолько долгий процесс, что вы забудете, с чего начали уже. Давным-давно-давно мы забыли, с чего начали. Мы истоки все свои не помним. Кажется, развитие, смотрите, а мы не помним, с чего начали, тогда куда же мы идем. Назад удоится. Каждый запутался. Поэтому, поэтому веды предлагают точно другой подход. Не путь опыта, эксперимента, накопления какого-то знания постепенного и как достичь абсолютного знания. Нет. Абсолютное знание может не зайти на человека. Снизойти. Нисходящий. Есть восходящий процесс. Наши усилия опираясь на науку, на культуру, на цивилизацию. Мы можем двигаться постепенно, 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 забывая, с чего мы начали вот на сквере. Так, сложно. И есть нисходящий процесс, когда в любом моменте времени вы можете понять то, что существует над происходящими материальными жизнями. Всегда. Так же, как поднять голову вверх, вы увидите солнце. Когда вы думали об этом, что такое солнце, с точки зрения лет, мы хотим вас назвать. Ну, солнце-то светило. Не совсем так. Солнце контролирует жизнедеятельность каждого живого существа. Это буквально говорится, это глаз Бога. Оно видит каждое живое существо. Откройте глаза, далеко вы увидите. Но со спутника видно даже каждого человека сверху. Сейчас достигли такого уровня. Спутник делает снимок, увеличивает, человек сидит. Прямо с планеты, с планетного масштаба можете увеличить, есть сила зрения, знаете, какая-то. Это солнечный луч. При помощи солнечного луча мы можем воспринимать. Но сила нашего зрения все же не такова, как солнечный луч. Хотя мы пользуемся солнечным лучом, но лишь мизерную часть его энергии мы воспринимаем. Вот на каком-то таком расстоянии мы уже видим. Если это помещение увеличить раз в 5, в 10, то уже бессмыслиться никого не вижу. А солнце видит вас очень четко и ясно. И не только прямым солнечным лучом, но и электрическую энергию также воспринимает вас сейчас. это его энергия трансформирует. Глаз Бога. Вот покатайтесь по мыслям. После другими категориями, другими масштабами знаний совсем. То есть есть разум высший существует. Есть контроль, который существует над каждым же мы существуем. И вот что это за контроль? Посмотрите внимательно. Каждый человек, каждое тело пройдет через 6 перемен. Каждый из нас уже в процессе это так же как самолет в любой самолет пройдет через несколько этапов. Сначала разгон, форсаж, потом взлет, набор высоты. Там какое-то время нужно просто терпеть и трястись. Затем какое-то время начнется снижение. Затем посадка, снова форсаж, тормоз и вы прибыли. Так каждый самолет таким путем есть контроль. Иначе нельзя. Есть инструкция. иначе нельзя. Иначе вы не летите. Так же и в жизни человека сравнивается с самолетом. Каждый находится в своем самолете. В каком-то смысле мы друг другу помочь не можем. Если мы каждый в своем самолете. Мы можем только общением поддерживать связь. так каждый умрет в своем время. Мы не можем помочь другу. Но мы можем общаться. Получить какие-то инструкции. Если в самолете какая-то проблема, то он может получать инструкции контроль снизу и уже применять их непосредственно в полете. И вот что-то сродни этому. Мы сначала рождаемся. Так включился двигатель. Что-то появилось. начинается наше развитие, рост, разгон самолета. Турбины включаются, образование, воспитание, да много, очень много энергии нужно вкладывать человеку. Затем взлет начинает жить самостоятельно. тут большая ответственность. А потом привыкает к этому и находится в полете своей жизни. Дево трясет жизненно общаться. Ну нужно лететь, не сворачивать курсы, терпеть все эти удобства и получать инструкции, если там слишком какие-то сложности то только благодаря инструкции он может продолжать действовать. Затем горючее иссякает, время подходит в этой жизни, снижение начинается, старость наступает, а затем постепенно исчезновение, все самолет, все больше в небе его нет. Не так, что его вообще нет, его нет в поле зрения. С этим он заправляется и снова взлетает. Так ведь? Ну такой пример. Также родившийся он умирает, умерший родится заново, снова взлетит, но в другом смотреть. Это закон ведический. Причем об этом говорим. Без осознания законов вселенной мы не сможем понять Бога. Иначе мы будем думать, что Бог принадлежит какой-то нации, какой-то материальной культуре, или он просто придуман людьми. Надо изучить вселенные законы. Есть разум абсолютно независимый от человека. И всегда так будет. Мы не сможем его подчинить себе, познать и покорить в отрасли. Это называется Бог. Он всегда выше. Нет никого равного, говорится ему. и нет соперников. И он только один такой существует. И все под его контролем. Но тенденция такая в человеке, что он хочет быть самым контролером. Он изучает законы Бога, законы природы, чтобы их применять. Освоить их, подчинить себе эти законы. Это невозможно, что эти законы еще другие законы и прочее. И вот тут очень важно научиться правильно мыслить. Не как религиозный человек, ученый. Например, почему ученые изучают законы физики и химию? Чтобы мыслить правильно, практично. Тогда все ваши мысли будут сбываться в практике в жизни. То, что вы думаете, будет происходить на самом деле. Так, мы изучаем природу материала, допустим. Вот цемент, вот для этого стекло, вот такие свойства, есть металл, черпицы, кирпич и прочее. Для чего? Мы хотим строить дом. Вы закладываете в фундамент стекло? Нет, вы так не мыслите, потому что вы знаете природу материала. Вы так мыслить не будете. Ну, только ради глупой фантазии посмиряться. Но, если вы серьезный человек, вы будете мыслить в соответствии с природными явлениями и законами природы. Верно же? Так вот, до какой степени мы знаем законы природы, такой степени может мыслить. До такой степени мы мыслящее живое существо. Не просто фантазер, который плавает всевозможные образы в голове и эмоции, а именно мыслящее существо. Итак, наука знает всего лишь языка закона природы, а их 33 миллиона из святых законов материальные природы. То есть современные науки очень-очень далеко до глубоких размышлений об этой жизни, об этой жизни. И поэтому как же мы сократим с вами путь, изучая 33 миллиона законов, не представляется возможным. Некоторые законы, они сейчас не уместятся в наш даже рассудок. Мы даже не сможем понять, о чем речь идет. О каких законах вы говорите. Закон теготения открыли когда-то. Все удивились, надо же, точно, есть такая энергия теготения, никто не замечал раньше. Рассудок это не умещалось. А есть еще закон, законы, которые люди вообще не могут понять, что это закон, а выделить его, например, как мы предлагаем подумать о том, что такое существование. Отделите существование от всех предметов и явлений. Энергию существования. Вот такой же закон существует. Ученые пока не достигли этого уровня, не могут практиковать такие законы. Но это описывается, что 33 миллиона законов. И эти законы контролируют наше существование, которое мы даже не знаем. что бы я ни думал о гравитации, о тяготении, этому закону абсолютно наклевать, что я думаю о нем. Он выше всего этого. Я могу соглашаться с ними, соглашаться, могу что-то придумать о нем. Он действует независимо от него понимания, воображения, представления. Верно же? Я завишу от него, он никак не зависит. Вот это положение, что есть этот высший разум, от которого зависит все, он же ни от кого не зависит. И так нужно постичь независимое от всего энергию, независимую от всего, которой все подчиняется. Пример помогает нам понять Солнце опять же. Оно независимо от жизни земной. Своя орбита, свое существование, свои загубки. Очень далеко от нас. Но при этом все зависит от энергии Солнца конечно же нашей жизни. Вот пример зависимо и независимо. Вот так. Итак, если мы научимся закону природы, мы сможем правильно мыслить. И чтобы сократить вот этот наш процесс изучения, веды предлагают сразу. Или не только веды. Индийские веды. Веда это любое священное писание, это часть веды. Не закончена только веда. Часть. Люди что-то хотят знать, дают. Но больше того, что не могут, не дают. Это духовные священные книги. Ну и ведах есть полный объем законченных знаний. Есть и законченные, и не законченные, но все это разделы знаний. И они сводятся всего лишь к нескольким правилам. Все лишь к нескольким правилам, которые очень трудно осознать в жизни. Почему именно так, а не по-другому. Если их практикаете, вы получите всегда хороший результат. А химса практикуете, всегда получите хороший результат. У вас будет «Хорошая карма прекрасна, что делает с плохой? Сжечь, как сжечь?» Вот это знание о Боге. Когда вы начинаете мыслить о Боге, опираясь на законы Бога, вся карма сгорает у вас. При помощи просто мыслей. Это искусство, это не так просто, как мы сейчас выразились легко, но это факт. Именно так. А вы должны быть более подробно, развернуто, как это мыслить. Смараном называется, это медитация. Именно медитация сжигает все неблагоприятное умение человека в жизни человека, освобождает его. Мысли о Боге освобождают от всех последствий грехов, так и написано. Но суть в том, что сейчас люди не могут мыслить о Боге, они мыслят о Боге, опираясь на свои материальные желания. Видите? А, это не мыслище существующие. На материальное желание опирается даже собакой. И осел тоже. У него большие уши, но он не знает, что он лучше нас слышит. Он ничего не может услышать, но если у него большие уши. Но они не могут осознавать. И таким образом медитация это дано человеку глубокое размышление, но на основе именно духовного бытия размышлять нужно. А обычно люди несут Богу свои проблемы материальные. Дай мне то, дай мне то, просьба, запрос. Что они просят? Какую-то твердую материю просят. Форма может быть денег. Обычно твердая материя это накопительство. Жидкую материю уже не можете накапливать долго, она как-то утекает. Газообразную материю вообще не можете с ней совладать. А есть эфир не под власти. А есть еще ум, разум, ложный эго из духовной энергии это не под власть нашему восприятию. И вот что касается собственности обычно это касается недвижимости. Это твердые материальные элементы под замки спрячут там решетки. Согласны, что жидкие элементы вы не можете хранить долго. Они как-то утекают. Вы либо выпиваете, либо высыхают, либо не спаляются. Что-то происходит с ним. Газообразный тоже воздух как-то вы будете хранить его. Это вне нашего контроля. Наш контроль до какой-то степени можем хранить деньги сберегать на кайси. До какой-то степени можем мель сохранить свою квартиру. До первой землетрясения. Может быть, я шутка здесь такая шутка. Ну, так бывает, так случается. Потому что даже материальная недвижимость кажется нашей собственности, она не является нашей собственности. Все в этом мире перемешивается вечно. Даже твердые материальные элементы перемешиваются. Так написано в древних книгах. То, что сейчас внутри в земле будет наружу. А то, что сейчас наружу будет внутри. Вот надо жить. На дне океана раскопки цивилизации было бы. Суша была. А здесь был океан. Вот так сюда положить. И что вы можете сделать, что сноцелок науко? Может ли поддаются их контролю? А причина именно тонкая элементы, тонкая материя. И если мы можем правильно мыслить, то можем жить в гармонии с этими элементами. То есть нас не будет слишком затрагивать в эти перемены внешние физической материи. Часто я знал об этом, когда приезжал в свой родной город, в котором родился. Вырос в Казахстане, а вырос в другом городе. Я понял, вот тут была моя школа, а тут был магазин, тут был дом моего друга, а что там сейчас? Ничего нет. То же самое место, ничего нет. Иллюзия. Факт, подтверждение. Это была просто иллюзия. Итак, если человек опирается на иллюзорные вещи, он будет всегда сбить толку, расстроен, он всегда приходится переосмысливать свою жизнь, даже передумкой Сузанного, что мыслил неверно. Поэтому нужно понять, кто такой Бог с позиции вечности. Мыслить категориями божественными. Вот это возвышение человеческой цивилизации. Возвышение не означает, что у нас больше денег стало и больше машин. Возвышение означает возвышение мыслей. Это есть цивилизация. Животные не могут возвысить мысль. В этом отличие. А человек может возвысить мысль. Вопрос хоть что это делать или нет. что возвысить мысль означает стать очень честным, изменить образ жизни. А вот это уже большая проблема для обычных людей. Образ жизни я не готов. Вот тут не могу быть принципиально честным. Если так, если на самом деле так, если я понимаю, что я не готов жить по высшим стандартам божественной жизни, я должен занять честную позицию все же. я должен сказать, что я не могу быть лидером общества. И признать, что лидером должны быть другие люди. Вот видите, в чем заключается честность. То есть я могу быть несовершенным и честным при этом человеком. Проблема большей частью мы не хотим сказать, она вся такая но есть святые люди понятно, мы видим, что по отношению официальных отношений это так, это тоже орудие для того, чтобы обвести власть и какие-то материальные цели. Национальные интересы и прочее. Здесь же речь совершенно о другом сегодня. Как мы сказали, о религии мы ничего не будем говорить. Сами решаете. Какая религия и зачем какой-то степени. Но она не является высшим авторитетом. Высший авторитет я сам решаю. Я просто пользуюсь религией, пользуюсь образованием, это все беру, что мне нужно. Я практичный человек. Светский практицизм. Это и заблуждение, потому что я принимаю решения практичные, лишь соответствующие данному моменту времени. Коммунисты очень бороли за свою идею. И всем казалось, что они даже умирали за то, что были убеждены, что так нужно жить. И каждая идея перетерпевает те же самые процессы перемен. Любая. О чем вы ни думали, сам воздушным, все это изменится. В этом говорит существование. Поэтому если человек достигает честности по отношению к Богу, он может понять, кто такой Бог. Не по отношению к государству только, отношению другу, семье, а быть честным. А в божественном смысле честным быть человеком, это делает его совершенным, и это делает кандидатом понимать, кто такой Бог. Не развивая это качество, невозможно осознать абсолютную вести. Всегда будет в сердце противоречие. Неразрешимое. Пока не очистить сердце до конца. Поэтому этот процесс связан с самоосознанием, очищением сердца. духовной практикой называется. Йога, и есть различные процессы йоги, которые нас связывают с божественным уровнем. карма-йога, гьяна-йога, аштанга-йога и бхапти-йога. Четыре генеральных пути. Сейчас вы видите, что есть много названий. Йоги неважные. Четыре главных языков. Все они вписываются в эти пути. Если вы изучаете какие-то священные книги, неважные, или психологию, или другие науки, рассматривайте все с этих четырех позиций. Сколько там элементов карма-йоги, сколько медитационной йоги, и сколько там бхапти-йоги элементов. И вы видите, что сейчас дефицит, именно острый дефицит в бхапти-йоге. Сейчас я объясню, что это. Очень много карма-йоги людей сейчас описывают, кармической деятельности. Как успех богат, успешно, вот это главный упор на 96% информации даже больше. Только об этом, только уровень кармы рассматривается. Избежать каких-то плохих последствий кармы, и только вот счастье получает кармой йоги. И этот путь нас может увести вплоть до райского уровня, бедой говоря, до райских планет в следующей жизни. Если мы здесь правильно проживаемся, то и с кармой мы можем заслужить даже райскую планету. Как в Коране говорили, сразу там будет 70 черноглазых красавиц, которые встретят, там будет золотой дом, если вы здесь правильно прожили, хорошая карма в рай попадает. И так же дыкли утверждают другие книги. Вот обещают человеку такое будущее. Здесь ты стараешься для других, ты терпишь, ты много передобиваешь сложностей, живешь ради блага других людей, а там ты потом наслаждаешься безгранично. Это принцип кармы йоги всего лишь на все. Это первая ступень, до которой цивилизация даже не доросла. Правда же? Ведь никто не хочет на благо других действий. Но иногда ради только близких своих людей чуть-чуть можно достаться. И то, как правило, детям до родителей уже особого дела нет. То есть карма йога сейчас у нас очень не развита, хотя интерес в этом есть большой. Трудно исследовать этому принципу. Что же говорить о следующем уровне гьяна йога? Это платформа выше. Здесь люди оставляют деятельность, потому что это помеха вас мысление мира. Пока вы активно заняты деятельностью ради плодов, очень трудно мыслить философски. Философы это, знаете, настоящие кто? Это монахи живущие в кирлях. Я не хочу, чтобы вы стали такими. Я не об этом. Я не об этом. До которые дотянуться нам еще сложнее. Когда попадете, может вы поймете, о чем мы говорим. Кто из вас окажется в такой ситуации. Жизнь такая. Это будет выбор. Люди делают такую выбор. Но даже если вы окажетесь в собственной келье, вы увидите, что мыслить возвышенно очень сложно. Мыслить сейчас как раз все греховные. Очень сложно все частоты мысли как я на это мысли. То, что выше даже деятельность. Деятельность она приводит к тому, что нужно осмыслить мир. Чем больше вы действует и тем больше вы запутает с этой деятельностью. спустят мир. Люди которые очарованы в деятельности много-много раз. Они становятся вот этими мыслителями. Они уходят куда-то в сторону. То есть этот опыт говорит уходи не смешивайся с этим. Попытай себя понять где ты живешь. Их немного известных как диогены и алистократ и другие. Но они яркие очень люди. Все что записывает и читается и люди пытаются понять о чем там речь вообще идет в этих афоризмах. Это что-то открывает новое внутри себя. Это просто более чистая мысль. Эта мысль направляет цивилизацию потом. С позиции кармы ничего не сделали. Какую-то формацию не создали. Структуру новую не создали. Но они извлекли языка мыслей. И люди подхватив это пошли в этом направлении человечества идут. То есть они руководят миром с позиции мыслей цивилизации идут за этими мыслителями. Самый мыслящий теоретик как раз наиболее сильный теоретик это был Эйнштейн за последние 100-200 лет. До него еще был один человек более практического такого более практического порядка. Эйнштейн считается именно таким гьянем типичным гьянем. Эта медитация такова что он забывал поел сегодня и не поел с тобой Эйнштейн настолько поврежден свои размышления о вселенной об этих законах вселенских что он не понимал сыт он или голодный. Он же напомнит и сегодня не ел ага хорошо и все выпадет вот это будет что это гьяна гьяна йога. То есть человек даже не очень зависит от функций тела и он не беспокоит голод жажда сексуальное желание гьяна йога их не беспокоит это. И наша обычная человеческая позиция мы спросим а они вообще являются людьми? У них семья то есть такая? Но вы должны помнить о чем мы только что сказали они разочарованы они прошли уже множество жизней в этой деятельности им это не нужно то есть они идут уже на уровень выше большинство людей просто просто работают чтобы получить эти деньги все знаете как называется в ведах и культуре древней Индии только не обижайтесь кого-то за денег но я скажу честно это называется чандала это нецивилизованное существование то есть человек который исполняет свой долг только за денег поэтому не важно что он делает важно что за это платит это чандала он не может осмыслить что хорошо что плохо хорошо все за что хорошо платить и хоть если убить кого-то нужно за день где-то тоже это чандал это люди уже которые которые живут нецивилизованное это уже нецивилизация цивилизация исполняет свой долг независимо получает он за это деньги или не получает за это деньги как мать или отец если вы платите отцу он исполняет свой долг а не платит исполняет долг перед сном такого же не бывает не бывает хотя может и случиться это уже нецивилизованное Итак, гьяни – это класс мыслителей гьяна-йога. Элементы гьяни вы найдёте в любом учрении, где есть какая-то философств, какое-то философствование, какая-то мужа существует, там говорится, что нужно делать, что не делать, харма-йога, а потом какая-то мысль о душе. Высочайшее проявление мысли, когда человек начинает говорить, что есть душа, есть вечности, мыслить о вечности начинать. При этом у детей о вечности невозможно, может руку указать, что она есть, и у всех в забудыхание начинает спирать, если вы верите в это. Если всё вечно, то подождите, это всё меняет, всю картину моей жизни меняет. Я думал, что мы вот живём просто в этом, но есть вечность, тогда зачем всё это, что мы делаем. И так начинается вопрос, начинается другой уровень мышления, другой уровень деятельности. И вот эти гьяни могут заставить поверить вас, что есть такой уровень вечности, они такие тонкие философы, они учёные великие. То есть просто вера недостаточна. Они дают ещё вот это знамя, раскладывают все эти материальные элементы, они всё это анализируют, просто как в полубоге они для вас. И они раскрывают какую-то ещё более глубокую суть, при помощи аллегории, философских сравнений. И вы начинаете думать, да, если есть душа, тогда боговитель, тогда жизнь нужно строить по-другому. И вот затем переходится плавно в аштанга йогу, переводится с формой йогу. Человек начинает мыслить глубоко. Гьяни он не мыслит ещё очень глубоко. Он мыслит, просто не беспокоит желание его мыслить. Это ещё не глубина мыслей вокруг этого. Нет, просто беспокоит, у него там вот в келье, в уединении, вот он умиротворён, он погружен в свои мысли. Но мысль нужно ещё углубить, пойти вглубь себя. У нас есть очень много энергии внутри, которую мы сейчас не занимаем. Мысль их не заливает, неосознанно существует. Если я чего-то не вижу, то для меня этого практически не существует. Вот так же и внутри меня есть многие вещи, которые я не воспринимаю. И для меня это не существует. Мне пользуюсь никакой. Когда обеды говорят, ты богатый человек, но ты просто закопал свой клад и забыл, куда закопал. Ты богатый и ты бедный. Пока не вспомнишь. Вспомнишь, будешь богатым. Вот это вспоминание, называется медитация. Вспоминание больше, больше, больше о себе. Доходя до истоков. И вот там в истоке вы обнаружите Бога в собственном сердце. Это называется медитация, самадхи. Если гьяна только указывает, что бог по-видимому есть, точно есть. Не знаю кто, нигде он не знает. Но, наверное, он повсюду. И мысль не может утвердить, кто же он конкретно. Он просто всеобъемлющий, безграничный, непостижимый. Это все, что на швы мысли способно. Это предел. Но, если вы углубите свое в свою мысль, вы увидите, что бог это живое существо, которое живет в сердце каждого, каждого человека любого живого существа. То есть невозможны личные отношения. И вот это уже элемент бхакти йоги начинается отношения. То есть любовь. Бхакти можно перевести в любовь. То есть деятельность связывает честность с Богом. Мысль не обеспокоенно связывает с духовной, с вечностью. Медитация дает нам понять, что бог не где-то далеко и что-то, а прямо в сердце каждого живого существа и распознать его там. И в конце концов, когда вы достигаете бхакти, чистой бхакти, вы общаетесь с ним постоянно лицом к лицу. Вот то, что вы и ответ. И в этом направлении направляют все религии мира. Но, поскольку знание не полное, не закончено, люди не знают, открою бог, даже упираясь на священное писание. Там не раскрывается до конца. Кто он? Как он выглядит и прочее. Эти детали скрываются скорее чем. То есть упоминаются, но скрываются детали. В этом есть одна серьезная причина. Почему же Бог не раскрыт до конца в разных культурах мира? А держится в тайне это знание. То, что мы сейчас говорим, это секрет на самом деле. И мы бы не говорили его, если бы не было на то высшей воли. Сейчас необходимо об этом говорить по всему миру. Это происходит. Итак, представьте себе, человек имеет определенное представление о живом существе. Скажите, какие наши представления о живом существе? И Бог тоже живое существует. Если я вам сейчас скажу, что Бог живое существует, вы немедленно сравните с каким-то живым существом, которое вы видели здесь. Правда? С каким-то материальным. Воплощение вы его сравните. А это не так. Он ничего общего не имеет с материальным телом. Человек. Если вы когда-нибудь не видели, здесь же мы не можем видеть, но в Индии можно видеть кремацию. Кремацию нельзя смотреть женщинам. Запомнить это. Женщинам нельзя ни в коем случае смотреть кремацию. Потому что на женщину это повлияет так, что он может семейные проблемы возникнуть. С предложением рожи тоже. Поэтому женщины, если они приходят на похороны, где кремируют, там есть ширма, за которой сидят женщины, не наблюдают кремацию. Это глубокая травма у них. Мужчины нет, они по-другому устроены, они могут отрубиться. Я видел кремацию. Тот, кто видел кремацию на мужчину, знает, что все ваши представления о жизни переворачиваются за пять минут. И потом в течение трех дневного возбудения впечатлениям совершенно другого видения мира всего целиком. То есть мы полностью зависим от этого плачевного тела. На нем мы строим всю нашу жизнь и представление жизни. А оно потом сгорает за какие-то минуты. Вращается в пепел. Вот и все. Просто видите, как-то кукла сгорела. А где живое существо? Где же там жизнь? Где она? У вас этот вопрос будет сильно обостриться. Потому что вы всегда есть в этой же связи с материальным телом. Для такого человека нельзя говорить, что Бог это Личница, что Он имеет форму. Запрещено. Этот человек называется на санклите Пашанди. Он сравнит Бога с чем-то материальным, а это оскорение. У Бога, значит, есть форму? Значит, есть ноги, руки, так как говорится, голова, глаза, все это есть, так уж. А Анус тоже есть в Неме. Вот оно нашление. Он анализирует материальное тело. И Он это все прикладывает к Богу. Давайте понять сначала философски. Что тело человека – это отраженная форма. Не изначальная. С ним сравнить ничего не нужно. Сравниться нужно с оригиналом. И вот это тело не является оригиналом. Оно отраженное. Как и в Библии говорится, по образу и подобию человек создается. Как бы отражение Бога. Причем искаженное в материи. Если Луна отражается в камне, то она приобретает свойство камня отражения. А в воде отражается, приобретает свойство воды. Это известный момент. Вот это отражение приобретает свойство материи сейчас. Духовное отражение. Это не руки и не ноги. Когда они сгорят, просто кучка пепла и больше ничего. Это набор химических веществ. Руки и ноги – это форма. Так же, как вы на руку одеваете перчатку. Вы же шьете перчатку по форме пальцев руки. Даже это тело вы получаете по форме духовной. Это одежда, это фрукляр точно по вашей духовной форме. Но тут еще примешивается карма различных прошлых жизней. Тела разного немножко типа мы видим. Но всегда должна быть какая-то форма. Животное – это форма. Дерево – это форма. Микробы – это форма. Человек – это форма. Разная карма. Но принцип формы – все объемные. Вот этот принцип – и есть Бог. Понятно? Не сама материальная форма, а принцип. То есть, у Бога форма универсальная. Безграничная. Так и утверждается. Ананта – рупа. Это невозможно соединить в уме. Ананта – безграничная. Рупа – форма. Вы имеете безграничную форму? Но любая форма – это граница. Как вы ввести форму, если нет границ? Это просто какое-то сияние безграничное. Нет. Ананта – есть форма, а она безграничная. То есть, она преломляется по различным другим. Все имеет форму. Согласны, что все имеет форму? Материальная. Это единая форма. Это вселенская форма. Вот она. Вот уже какое-то представление Бога вы начинаете получать. Это вселенская форма или вишва-рупа. В ней есть и планеты, и время, и пространство, и карма, и гуды, и все виды, все формы жизни. Все-все-все. Все, что вы видите, не видите сейчас. Все формы, бесформенные, такие-такие-такие. Все это называется вишва-рупа. Форма. Вселенская форма. Это уже некое, отдаленное представление о Боге. И все это еще область материи. Поэтому, говорим, отдаленная, но она уже грандиозная. Поэтому, если вы откроете Багава в Агиту 13 главу, там написано, везде его руки и ноги, везде его глаза и уши, всюду вот эти его формы. Нет конца и края этой формы. И все это сливается в единую вселенскую форму. Безграничная, единая форма. Это приведи мы уже к Богу концепции. Тогда мы спросим, зачем ему форма? Нам форма, понятно, сходить в магазин, допустим. Поесть, желудок есть, есть форма, я пользуюсь этой формой. Но, потому что я маленький, мне нужна форма. Чтобы переместиться в другую комнату, я должен использовать ноги. Поэтому ноги имеют практическое какое-то... А ну, а Бог, он безграничный, зачем ему форма? Ходить-то ему никуда не нужно, уже везде. Это что же его, так сказать, его свойства? Он вездесущий, безграничный, он ничем не ограничен, зачем он куда-то ходит? Он надо ревнуться и ходит в той комнате, и в этой комнате. Так зачем ему форма-то? Вот это интересно вопрос. И тут в панишадах описывается. У него нет ног. Вот такие вы утверждения можете увидеть. Ног нет. Но у него прекрасная походка. У него нет рук, но он поддерживает все в этом мире. То есть не те руки, не те ноги, которые вы думаете. Вы думаете, вот нога вот эта вот штука. А у машины какие ноги? Круглые. Видите, там совсем другая нога. Давайте войдем принцип ноги. Что такое принцип ноги? Перемещаться, да? Да, везде ноги. Ну так, везде же все движется, разве вы не видите, что везде ноги? Принцип-то ног везде существует. Вот только на форумах ноги, это не нога, а везде колесо. Ну хорошо, можно так назвать, но принцип этого не меняется. Передвижение. И даже воздух движется, облака движется, вода движется. Все в движении. Везде этот принцип присутствует. Даже в твердой материи есть какие-то атомарные движения. Везде понизны эти принципы. А рука что такое? Этот пальцев, а у него миллионы рук говорится. А у него миллионы рук. Причина множество. Рука эта держит. Если что-то на руку положено, он же не упадет. Но планеты же все на сверху вместе держатся. И каждый атом, говорит ученым, точно на своем месте. И все поддерживается. Все законы граммитации, вот такие вот сложные, вселенские. Это принцип руки. Как видите, все просто в видах описывается. Без Ньютона и Эйнштейна. Просто это руки и ноги. И люди в то время не понимали, о чем речь идет. Имея честность. Имея безупречный разум. Безупречное чистое сердце. Все же просто и понятно. И так принцип глаз существует. Нас можно видеть не только при помощи солнца, и через луна, и через воздух, который у нас всегда видит звезды и другие свидетели. Мы всегда под наблюдением находимся. Глаза всюду. И уши. Что бы мы не сказали, нас услышит даже стены. Знаете, что каждое слово фиксируется в некотором месте? Не скажу где. Потом он покажется каждому. Нам и всем. В свое время. Потом покажут этот список слов, что мы сказали. Это быстро произойдет. Недолго. Мы не так уж много тут говорим. Мы говорим одно и то же. Редко когда мы говорим о Боге. Это отдельный список вносит. Программа. Мы просто болтаем. Это все, наверное, не стоит. Не крупится ценности. Я слышал, что когда человек умирает, он за буквально полторы-две-три секунды всю свою жизнь просматривает спокойно. Наша жизнь занимает не более, в сжатом виде не более нескольких секунд. Поэтому в том состоянии человек может помнить сотни своих прошлых жизней. Несколько минут всего лишь. Час. Не больше. Может еще быстрее. То есть информация хранится о каждом живом существе. О его жизни. О его деятельности. И точно, точно, в соответствии с его деятельностью присуждается последствия его деятельности. Следующее вождение. Точно. Никак. 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 Это глаза Бога. Все видит. Так мы сейчас говорим о вселенской форме. Но это не предел. Не думайте, что это главный момент. Если кто-то познал вселенскую форму, осознал ее, он обретет одну способность. К нему будут дружественно располагаться любые живые существа. Если просто убьют его. Даже змеи не кусают такого человека. У меня есть примеры. Ну, как это еще называется? Пантеизм. Западный финансовший вот это направление. Способность пантеизма видеть все живым, всю природу, весь космос видеть живым. Научиться живым. В этом случае все живые существа это ваши друзья будут. Можете жить в лесу и не умрете. Все живые существа будут помогать вам. Интерактивная жизнь. Называется как? Интерактивная. Интерактивная что? Жизнь. Вот сейчас современность. Пантеизм или познание, определенное познание вселенской формы. Если вы осознаете, что реки это вены Господа, когда берете воду из реки, вы пьете не только воду в этом случае. Вы еще и пьете то, что у вас изнаете. Получаете гигантскую энергию просто из лотка воды. Слышали о мудрецах, которые пили просто речную воду, ели фрукты лесные и коренья. Вы не сможете прожить на такой диете. И года. У вас зубы выпадут. А и волосы. А они жили. Почему? А они всегда другого сознания. Есть еще другая пища, которой был Иисус Христос. Не хлебом единым жив человек. Есть еще другая пища. Так много пищи не требуется. Сколько мы съедаем каждый день, столько мы выбрасываем почти каждый день. Несколько усваивается пища за один день. Вы порадитесь? Я просто был в шоке. 50 миллиграмм. Усваивается. Все струнду образуется. Нам пищи не нужно столько. Это просто желудок требует. Он просто очень силен. И нам кажется, я голоден. Мы не голодны. Это кажется. Это иллюзия. Это чувство. Но как же превзойти эту иллюзию? Она уже чувство. Реально. Я же чувствую голод. Я же плохо. Ноги дрожат просто. Да. Правильно. Вот для этого необходимо развивать сознание. Итак, в прошлом великим мудлицам ели меньше, спали меньше. Практически не спали. Дышали меньше. И жили дольше. Были здоровы. Не было такие болезни, как сейчас. Раковых заболеваний вообще не существовало никогда. Рак – это наказание. Болезни – это наказание. Хотя все болезни существуют всегда. Все болезнотворные там микробы, они всегда существуют. Не то, что они появляются вдруг. Они всегда существуют. Есть 8 миллионов 4 тысяч вор в жизни во Вселенной. Они существуют постоянно. Но надо не проявлять. Кто проявляется, но не проявляется. У кого проявляется, тот заболел. У кого не проявляется, тот не могил. Болезнь – это наказание или все-таки помощь? Наказание – это тоже так же помощь. Если вы накануете ребенка, то помогаете ему что-то осознать. Таким образом. Не всегда. Если не всегда, то наказание – это просто становится бессмысленным. Если ребенок глупый, то хотя лучше вообще его. Просто забывайте. Просто глупый, бестолковый. Просто забывайте. Но, в хорошем смысле слова, наказание не будем, чтобы осознать свои ошибки. Также эта карма, которую мы получаем, она предназначена для того, чтобы мы осознали свои ошибки. Значит, никакой премис, он говорит, нет, никакой кармы. Все случайно в жизни происходит. Эта концепция была распространена и утверждена в обществе очень гордыми людьми. Их называют атеисты. Атеизм – это наука. Это не просто человек, который не верит в Бога. Нет, нет, нет. Мы все чуть-чуть не верим в Бога, чуть-чуть верим в Бога. Я не в этом. Атеизм, который против Бога настроен. Это гордость прежде всего. Вот эти гордые люди установили новую философию. Они сказали, что все случайно происходит об себе. Комбинация материальных элементов. Это то, что когда-то утверждал Чаровака Муни, многие тысячи лет назад. Точно-точно, повторил Ленин. Точно-точно, слово в слово. Знаете, что это был Чаровака Муни? Нет. Он говорит, нет никакой души. Просто смотрите, если вы смешиваете материальные элементы, и получаются новые качества. Вот и все. Нет никакой души и Бога. Просто смешение элементов в химии существует. Этот элемент с этим смешается, будет новый качество, а это с этим еще новые качества. Вот так все происходит. Причем здесь душа. А что главное в жизни? Главное в жизни есть масло. Сейчас я объясню, что мы говорим. Но мы тоже тогда говорим, что не только хлеб, а еще и с маслом хлеб мы должны есть. Наверное, мы так должны жить. Он говорит то же самое. Все должны есть масло. То есть жить хорошо. И это принцип, это главный принцип, которому подчинено все остальное. А это означает, что главное есть масло, и поэтому не важно, как вы добываете масло. Можете заработать честно, а можете украсть. Какая разница? Важно, что вы едите масло. И если нет свидетелей, можете есть спокойно. Вот и все. Главное действие так, чтобы не было свидетелей. Если вы даже много-много воровали и не от свидетелей в этой жизни, не беспокойтесь. Потому что все это сказки. После смерти ваш тел становится пеплом, и никакого свидетеля больше не будет. Не переживайте. Ешьте масло и все. Воруйте его. Выпрашиваете. Берете в долг, не отдаваете. Делаете что угодно. Но манипулируете. Главное есть масло. Знакомый философ? Разве сейчас люди не живут по философски? А кто и установил? Махат Малинин. Это материческая философия основана на гордости. Любой человек, кто испытывает гордость, несомненно станет этим философом. И возможно мы сейчас это не можем философски выразить, но живет именно с этой концепцией. Мы не философы. То есть это уже продукт атеизма, когда мы принимаем концепцию без размышлений. Это продукт атеизма. Поэтому как же понять Бога в таком обществе? Для кого-то Бог это просто бутылка водки. Каждый день выпить свою дозу или наркотик принять. Он в центр жизни это поставил. Это есть Бог для него. И деньги это Бог. Или противоположный пол это божественность. Что именно этому принципу все причинно. Женщины и деньги. Так и в Советах. Это две вещи, которые зависят от обычного материалиста. Женщины и деньги. Все это его Бог. Ради этого он только живет. Больше ничего. Если он говорит о Боге, он применит к этому принципу. Не применим к этому принципу. Зачем его Бог нужен? Это какая-то степа. Что Бог должен помогать человеку. А у меня желание иметь женщин и золото. А Бог говорит, живи в простыте и непрюбодействуй. Не, ну это сектанство вообще. Это старом Боге. Нам нужна новая религия. New Edge. Ну вот и все. Подчиняют Бога этим человеческим принципам. Поэтому в мире нет ни согласия, ни мира, ни процветания. В угоду чувствам, когда человек живет, это уже жизнь нечеловеческая, нецивилизованная. Это жизнь животная. А животные не могут жить в мире по определению. Если вы в эту комнату пробовали, запрете дюжину собак, они тут перегрызутся. Это вся цивилизация. Но люди могут найти общий язык и общие цели сотрудничества и гармонии. И вот это наша цель. Как же найти ту гармонию? Ответ по абсолютной истине нужно искать. Не в человеке, а выше. И то, что мы должны услышать о Боге, мы должны услышать по цепи ученической преемственности. Никаких выдумок. Нельзя придумывать Бога. Это должно подтверждаться священными писаниями, должно подтверждаться жизнью святых людей и внутри собственного сердца. Услышать нужно от Бога учителя. Тот человек, который посвятился служению Богу, может говорить об этом. Об этом послании. Не добавляя ничего и не убавляя ничего. Так вот. И тогда можем добраться до этой истины. Кто же такой Бог? Кто же он такой? И кто же он такой? Если говорить коротко завершаем нашу лекцию сегодня. Кто же он такой? Самое дорогое и близкое существо. Источник всех благ моей жизни и жизни всех людей. И каждый дорог ему. И он дорог каждому в глубине сердца. Вот что такое. Если он думает, что это не так, то пусть они не добрались до глубины своего сердца. Поэтому постижение Бога идет через очищение собственного сердца. Не религия. Не какие-то еще практики. Любовь к Богу. Вот что нужно. А потом религия может помочь нам. И работа нам может помочь, если есть любовь. Если есть любовь к Богу, все поможет нам в этой жизни. Все станет благоприятным. Если нет любви, нам ничего не нужно будет постепенно. Ни семьи, ни работы, ничего. Все постепенно потеряет курс и смысл. Это чистая бахта. То есть есть элементы бахта во всем. И именно благодаря бахте все эти учения существуют и религии. Но есть чистая бахта, беспримесная бахта, стопроцентная бахта. Но если даже все перемешает и два процента бахта, ваша жизнь перевернется полностью. Даже два процента бахта. Очень мощное средство, дающее большой энтузиазм, силу, могущество, разум и чистоту. А что же получится? 100% бахта. Фактически вы получаете уже духовное тело. Все. У вас уже можно считать, нет материального тела, нет материального существа. Оболочка-то не так важна. Инструмент проживет несколько лет. Но духовное тело существует всегда. И вот его и нужно возродить. Познавая себя, познаем Бога. Познаем Бога, познаем себя. Это основополагающий принцип. И есть много вещей, которые нам помогут в этом практичных. Профессия, работа, психология. Вот то, что мы с вами тоже изучаем. Здесь в институте прикладные науки также очень важны. Как бы применять это знание, учиться. Это другой очень важный момент. Но здесь важно не снижать принципы применения. То, с чем мы начали. Принципы должны остаться всегда нашими высокими идеями. Ум на очень высокой высоте должен быть. А действовать нужно, применяя их в разумное место. Время – востоятельность. Так, постепенно, наша жизнь наполнится высшим смыслом. Уже не будет рутины, не будет бытовухи. Все будет представляться крайне ценным. Пища, которую мы едим. Люди, с которой мы общаемся. Каждый день прожитая жизнь станет очень важным. Раскрываются новые и новые способности в человеке. Все более и более тонкого порядка. И лет через 15-20 вы станете очень тонченной личностью. Которую уже люди не будут понимать вокруг. Потом вас будут спрашивать. А это что? А это как понять? А как вы думаете? Все будут прощаться с вопросами. Вы будете обхватывать область очень тонких материй и духовной энергии. И станете очень влиятельными людьми и успешными по области жизни. Постепенно. Постепенно. Ну и даже одновременно получите всю свою карму. Плохую, хорошую. В ускоренной жизни. Это левитация. В ускоре немножко потерпеть нужно. Когда жизнь вас крутит плавно. Это нормально. Танго. Но когда жизнь вас закрутила как волчок, это сложнее немножко. Поэтому иногда придется вам потерпеть скорость. Потому что скорость, когда вы начинаете духовную жизнь, скорость вашей жизни увеличивается много раз. На скорости даже воздух становится препятствием. Наверное, как самолет трясет вас на большой скорости. Даже воздух скинуть жестким. Но это покрывается огромное состояние. А если что-то наоборот? Когда в духовную жизнь вхожь, там становится лучше. Это значит, вы иллюзия, что ты в духовную? Будет лучше. Но постепенно вы уже обретаете силу. С этой силой скорость увеличивается. И будет обязательно плохо? Не, не будет плохо. Не будет плохо. В том сознании вы не можете это понимать как плохо или хорошо. Как не. Это невозможно. То есть вы будете готовы к этому. Если сейчас на вас положить груз в 150 килограмм, а будет плохо. Правда же? Но если вы тренируетесь много лет, и на вас положить такой груз, он не будет плохо. Верно же? Вы же будете как-то готовы. Но мы просто хотим сказать, что вы со временем будете выполнять обязанности более высокого порядка и более могущественно становиться. То и препятствие вам тоже будет даваться более сильное. Этого не нужно бороться. Это надо. хорошо. Какие будут вопросы? Как мысли возвышенными держать? Как мысли возвышенными держать? Как поддерживать с мараном это состояние мысли? Потому что в простой жизни, в материальной… Понятно. В Бхагавадгите есть стих, который это объясняет. Ум будет убегать от высшей цели всегда куда-то. Всегда, верно? Да. Что нужно делать? Нужно брать его и вернуть обратно. Это называется практика йоги. То есть приучаясь ум мыслить высоко. То есть нужно дать им еще более какую-то высокую пищу. Так ведь? Если мы испытаем высший вкус, мы откажемся от низшего выкуса. Сами. Мы просто сами откажемся от низшего выкуса. То, в чем будет так приятно. Мы испытавшим высший вкус, мы откажемся от низшего вкуса. А что значит мыслить высоко? Мыслить высоко означает читать трансцендентные книги, духовные книги. Слушать духовного учителя. Слушай, вы думаете об этом. Это уже возвышение ума. И постепенно через практику слушания у вас вы обретаете способность мыслить самостоятельно на этом уровне. Другой учитель так делает. Если он математику объясняет что-то еще, он учит мыслить этими категориями. Как слушая, слушая примеры упражнения, примеры упражнения снова слушая и постепенно видеть, что вы уже освоили этот уровень. Пойдем дальше. Вы можете мыслить, значит, языком алгебры. Высший математик теперь. Также здесь нужно изучать Священное Писание. Нужно изучать лекцию духовного учителя. Нужно общаться с людьми, которые также практикуют категорию. И если нет духовного учителя? Как нет? Он всегда есть? Нет отношений? Ну да, нет отношений, и ты не можешь. И если ученик готов, гуру приходит. Таково правило? Как только вы будете готовы и серьезно настроены, гуру придет? Как он придет? Ваше сердце. Вы поймете там внутри, кто может. Нам нужно быть готовым. Есть такое поверье, как подобное притягивает подобное, да? Я стараюсь смотреть на окружающий мир. Я понимаю, что это определенное шутко, стараюсь это исправить. Насколько это правильно? Это правильно относительно. Относительная правильность в этом. Поскольку у вас есть намерение продвигаться, учиться, это хорошо, это уже позиция правильная. Например, один шахматист делает правильный ход. Другой тебе делает тоже правильный ход. Понимаете пример, да? Но кто-то выиграет, тот выиграет. В этом случае пример подходящий. Вы сделаете правильные ходы. Но в итоге вы выиграете или проиграете? Как вы понимаете? Так вы можете проиграть. Потому что человек может видеть окружающий мир и людей, и живут как учителя только тогда, когда имеют уже чистый интеллект. То есть мы должны до этого уровня дорасти с вами. И тогда вы будете учиться откуда угодно. И всегда выигрывается. Скажите, если невозможно постичь абсолютно единственного, стоит ли ее изучать? Не для того, чтобы постичь, а для того, чтобы возвыситься. Возвыситься до взаимоотношений с Богом. Вот в чем смысл. Бог непостижим. Но вы можете постичь свои отношения с Ним. Скажите, а возможно ли достичь высшенного состояния души, живя в этом мире, чтобы духовное и материальное было в равновесии? Да, именно так и нужно делать. Да, постепенно. Мы опираемся на то, что уже привычно для нас. Нельзя же отказаться полностью от материального, вообще живя в материальном мире? Сейчас не нужно никуда отрываться. Но в конце вы оторветесь, естественно. Это естественно, что такое. Однако, если там проблемы как кали, мы не знаем, когда умрем. Когда же отрываться, иногда мы не знаем, правильно? Поэтому сейчас подготовьтесь серьезно сразу же. А потом просто будьте готовы. Сразу, сразу научитесь высочайшим принципам. С самого начала старайтесь применять на высший принцип в своей жизни. А что за принципы? Что за принципы? Я скажу позже об этом. Потому что если я сейчас скажу, все будет сложно. Когда душа уходит в духовный мир, он присоединяется к Богу или она становится ее частью? То есть она становится частью этой истины? Или она уже... Или как это происходит? Она уже часть этой истины. Всегда так и написано. Неотъемлемая часть Бога душа. Она такая же, как и Бог, качественная. Сохраняем это сознание. Сохраняете это индивидуальное сознание. Для чего? Чтобы иметь взаимодействие в любви. Если вы сливаетесь, то где же любовь? Любовь должно быть минимум два. Обмен любовью должен быть. Поэтому вы сохраняете индивидуальность. Это вечная позиция. Отношение с Богом? Отношение с Богом. Слияние с Богом – это временная позиция. А из духовного мира все походят в материальный мир или только это наше желание? Из духовного мира все попадают в материальный мир? Нет, не все. Это желание персональное? Так же, как все из вас были в тюрьме. Не все, но некоторые попадают туда. Не дать на что все должны через тюрьму пройти. Большинство живут, существуют, находятся в духовном мире. Они никогда не живут. Но нас донесло, ведь. По поводу кармы, не могу бы немного рассказать про кармы? Как она действительно есть? Допустим, один человек встречает другого, и как бы на энергетическом уровне что-то должен ему отдать. И как это? Люди делают какой-то взаимозамет и расходятся в вашей жизни. Это происходит автоматически, как в законах физики. Есть плюс, есть минус, да? Они сталкиваются и разряд происходит. Автоматически. Это закон кармы таков. То есть вы набираете какой-то потенциал, и каждый какой-то имеет деятельность. Плюс, минус, то есть. Плохая карма, хорошая карма. У каждого есть какие-то пропорциональные отношения этой кармы. И общаясь с людьми, эти плюсы и минусы, они взаимодействуют автоматически. Вы даже не знаете, как вы все поведете с этим человеком и с этим человеком. Куда она вас понесет, просто можете не понять, что это несет куда-то. Правда ли? Как люди могут поссориться, подраться, иногда даже могут убить друг друга случайно, как бы. Не понимаю, почему так произошло. Это потенциал кармы работает. Человек не может управлять этим процессом. Все, не может. Потенциал уже есть. Карма двигает его туда. Хочешь, не хочешь, туда подержишь. Сам, сам подержу эту сторону. Извините, это невозможно в определенном смысле слова. Карму обойти невозможно. Перепрыгнуть только можно. В данном случае мы говорим о карме. Карма работает только по горизонтали. Если ваше сознание находится на этом уровне, вы ничего не сможете сделать. Невозможно. Но если вы сознание оторвете, вот это единственный способ. Вас выйдет над собственной кармой. А карма процесс. Как бы вы живете здесь, в то же время ваше сознание выше находится. Вы уже все по-другому видите, вы уже по-другому действуете, даже с запасом такой кармы. Судьба ваша меняется. Это единственный способ изменить судьбу. В любом случае судьба неизменна. Например, вот вы возьмете и захотите усовершенствовать жизнь свиньи. Карма – это воплощенное тело. Вот свиня перед вами. Это ее карма. Карма живого существа получила тело свиньи. Из-за каких-то грехов прошлого, конечно же. Татская форма жизни. Я хочу усовершенствовать. Я делаю какую-то квартиру. Я там делаю чистые условия человеческие. Надеюсь, что и сознание возвысится. Правда же? Прихожу через дверь, и там свидетельник. Сеня, будешь как сеня, даже в квартире. Если вы тигр выпустите в волноту, сюда, в город погулять, он еще доходится. Он тигр. Как это изменить? И если человек, где бы он ни был, он должен интересоваться абсолютно истинным, тогда он человек. Вот тогда он будет говорить, что это не просто карма, не просто какое-то материальное животное существование. Это уже другой уровень человека. Другая формация, другая цивилизация людей. А пока он находится внутри кармы, это не изменить. Как жизнь свиньи, жизнь тигры, жизнь человека в карме неизменно. То есть карма на слоями работает? Карма, вот сейчас это мои глаза, это мои волосы, мой возраст, мой пол, мои родители. Как вы это измените? Ну, там вот это, как он называется, этот человек, звездкий певец. Джексон Майкл Джексон изменил, вроде бы там всю кожу изменил. Но это не тот метод. Он сожалел это. Кстати, он знал философию хорошо, физическую, Майкл Джексон. И сожалел на этой почве сильно, что он не тем путем пошел все-таки. «Меня слава сбила с толку». Даже Гитлер знал философию, но как дилетант. Поэтому навредил очень много. Получается все предупределено. Все предупределено. В этом смысле все предупределено. То есть если мы будем находиться на том же принципе уровня сознания. Если мы уровнями сознаниями растем, то есть если мы говорим вот о слойности, да, карма йога, потом идет гьяна йога. То есть надо сознанием сначала выйти на уровень действий, потом на уровень мысли или мысль первичная, а потом действие. Это так, как вы говорите, но это процесс долгий, последовательный, поступательный. Так? Мы рекомендуем быстрее. Не возвышаться так вот медленно. Цель кармы займет много жизней. Мы рекомендуем сжечь карму быстрым путем. Как? Бхакти йогой. Если вы обретаете любовь к Богу, у вас не остается никакой кармы вообще. Это вообще не проблема для бхакти йоги. Никакие грехи – это не проблема, это не препятствие. Одно лишь условие – прекратить грех сейчас. Все. И практиковать бхакти йогу. Немножко потерпите, и вся карма скрылит на ваших глазах. А как практиковать бхакти? Бог есть любовь. Такое выражение есть. Истина. А в духовный мир можно попасть только через парампора? Это обязательно условие? В духовный мир – это и есть парампора. Здесь на земле? Это и есть парампора. В духовный мир – это и есть парампора. Это канал, прямой канал. Это и есть. Ну как вы? Если я вас сейчас спрошу, а откуда нужно воду брать? Только из водопровода? Можно ли с какой-нибудь другой трубы? Только оттуда. Это и есть вода. Ну, хороший пример, когда тогда не было водопровода. Из реки. Да. А откуда же еще? Конечно, из реки. Из озера можно. Ну, из реки лучше. Самая чистая вода личная. Сейчас наши реки, может быть, стали более грязными, чем озеро, я не знаю. Но, вообще, это хороший, лучший пример. Хорошо, другой тогда пример. Откуда молоко будет? В магазине. От коровы. А может, не от коровы? Можно от коровы? Да, но это уж другой молоко. Ну, конечно. Но если вы хотите коровы молоко, нужно только от коровы. Если хотите духовное знание, нужно духовное усилие. Нужна парампора. У нас есть склонность к выдумыванию. Очень сильная. Ум силён. А в христианстве там есть парампора? В христианстве парампора? Сейчас парампоры нет нигде. Но есть так же и везде. Есть и нет. То есть той парампоры уже нет нигде. Но преемственность должна быть, потому что это единственный принцип передачи знаний. Они же записывают там Эйнштейн и его достижения. Они должны опираться на это, чтобы идти дальше шаг за шагом. Но это не та парампора. Это лишь взятые её принципы. Так же, как родители и дети, тоже должна быть преемственность. Но уже нет традиции. Нет такой преемственности. Родители ничего не знают о абсолютной истине. Нечего дать своим детям. Кроме денег, может быть, дом построить. Поэтому и есть как парампора, и уже её нет. Трачивается. Преемственность, когда вы берёте Бога из рук в руки, от Духовного учителя, и точно такого же вы передаёте дальше. Вот это преемственность. Вот это называется настоящая преемственность. А если вы учитесь в школе, потом в институте, потом аспирантуре, потом работаете 20-30 лет на износ, и так если манга не понимает, куда такой Бог, где же парампора? Где парампора? Нет парампоры. Есть какая-то преемственность по парампорам? А немножко расскажите, что такое парампора, пожалуйста. В Индии дают хороший пример. Деревья манга, они огромные, гигантские деревья. Такие красивые, неразветвлённые. И когда манга созревает, это будет в мае месяце, все с ума сходят, это манга, потому что самое вкусное, что можно в жизни попробовать. Косковые манги. Здесь не сравнивать с мангой, которую в магазине пишут. Морковку эту. Настоящая манга. Нужно поехать туда и настоящая. На Магике есть настоящая манга, в Индии есть настоящая манга. В Китае тоже, говорят, есть настоящая манга, если их сейчас не модифицируют. Там, правда, такая большая косточка и лишь небольшая мякоть вокруг, ещё толстая шкура, потому что там еда больше много. Поэтому сразу можете ведро съесть манга за раз. Такие косточки большие. Очень вкусные. Чистый сок. Он нежный. А дерево большое. Как собрать манга? Это непростая вещь. Если будет трясти дерево, всё упадёт и жижа разогреться. Вот тут дается пример парампора. Лестницу устраивает, даже несколько. Человек поднимается наверх, берёт фрукт и не бросает его из рук в руки. И там они будут получать точно такой же фрукт. Попробуйте. Тот же самый манг. Вот это парампора. А не так, что один откусил, другой откусил. А третья сказала, что манга – это косточка. Третья сказала, что манга – это шкурка. У каждого будет своё мнение об этом манге. Нет, передайте его целиком, чтобы человек получил представление. Что же такое манга? Бытовало мнение до недавнего времени, что гуру и все эти последники не нужны. Это лишь препятствие на пути к Богу, верно? Если кто-то из последних, то это уже искажение. Это означает, что гуру не чист, если он искажает. Такие гуру на самом деле не нужны. Поэтому люди отвергали все эти принципы гуру. Нужен гуру с чистым сердцем, то есть с бескорыстным сердцем. А нет, для этого есть тесты. Наш разум вполне для этого годится, чтобы тестировать. Правда же? Мы же видим недостатки у других людей, это же несложно. То есть нам разум нам такой. Мы себя не видим в своих недостатках. И древна в глазу. Но в чужом глазу мы и салонинку видим, салонинку. Вот там Бог дал такой разум. Тестировать других. Вот и тестируйте, и найдите человека безотрясенного, привязанного к Богу. Вот и все, и слушайте его. Все же просто. У нас здесь очень критически острый ум. Наблюдать и видеть недостатки у других людей. Запросто. Вот возьмите под прицел гуру и анализируйте. Как он там? Он все делает? Что говорит вообще? Он там себе деньги не присваивает? На этом бизнесе не делать никакой? Посмотрите, понаблюдайте. Все просто. Все. Божественные темы исчерпаны. Да? 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 Пожалуйста. Вы думаете, что в 2012 году будет настал конец света, как все конец света? Это правда? Он уже пришел в 2000 году уже конец света. По расписанию уже все прошло. Не беспокойтесь об этом. Перемены будут какие-то? Не беспокойтесь. Все к лучшему. Пожалуйста. Пожалуйста. Были очень разжечь карму, да? Вот ты сколько сжег карму? Что дальше? После того, как он сжег уже карму, что дальше? Что дальше? Можно новую карму создать? Правда? Когда человек сжигает карму, он начинает очень активно действовать. Активнее во многом, много раз активнее действовать. В освобожденном состоянии. Эта деятельность приносит счастье ему, Богу и всем окружающим. Он удовлетворяет мир вокруг своей деятельностью. Это называется деятельность а-карма. Деятельность, не имеющая никаких последствий кармических. То есть вы будете вдохновлять людей, будете любить Бога, будете жить с каждым вздохом этой жизни, чувствовать полноценной жизнью. Будете жить полноценным образом. Скажите, а что такое время? И мы идем к концу или к началу? Время замкнуто. И кроме этого, время движется в двух направлениях одновременно. Назад и вперед одновременно. Поэтому мы никуда не идем. Если графически нарисовать время, это будет замкнутый цикл. Четыре есть йоги, которые циклируют вечно, вечности во Вселенной. Сати-юга, Трета-юга, Два-пара-юга, Кали-юга. Снова Сати-юга, Трета-юга, Два-пара-юга. И все. Так продолжается от начала до конца. Никуда мы не идем. Чакра, замкнутый цикл. Из него нужно вырваться. Сознание вырвать нужно. В этом задаче. Я где-то прочла, что если я даю, то даю Богу. Если я беру, то беру от Бога. Например, подарок. А, например, не спросив, отбирает. Например, у меня сестренка такой поступок сделала. Ну, я не могу простить. Но потом поняла, если она забрала, значит это Бог забрала. Ну, как бы. Через нее. Можно мыслить и так. Но тогда я буду обвинять Бога иногда. Почему Он забрал то, а почему забрал это. Так уж люди не могут понять. Бог любит тебя, написано на стене. А внизу подписано. А почему тогда он забрал Машу? Или Диму. Или Диму, да. Моего брата, скажем. Если он меня любит, так? Если Бог сам забрал, то как же он любит меня? Вот он то делает, что Бог сам этого не делает. Бог никогда ничего плохого сам не делает. Это делает тоже законы природы. Карма. Что посеешь, то пожнешь. Если мы во всем увидим Бога, то будут проблемы у меня. Нужно увидеть пять вещей одновременно. Карма. Так, причина всего кармы. Второе. Причина. В законах материальной природы. Холодно, жарко, непосредственно еще природа не влияет. Так? Плохо, хорошо. Другая причина. Время такое, мы скажем. Время в спектре не влияет. Время причина может быть без страданий. Время пришло, вот человек умер, все. Значит, карма его, он умер. Материальная природа действует, сердце становилось. Да. Потом. Время пришло. Затем. Душа. Причина. Душа, которая должна идти дальше теперь из этого тела. Должна двигаться дальше по ступеням эволюции. И, наконец, Бог, сверх душа. Высшая причина. Видите? Вот эти пять причин нужно одновременно. Тогда вы увидите, что Бог всем благой. В этом во всем его воля. Карма не работает без воли Бога. И в то же время не Бог вас наказывает, а карма. Вот как солнце. Вот оно здесь и не здесь. Одновременно. И здесь вы не можете объяснить, что вот здесь на земле плохие вещи происходят. Нам нужны силы и энергии даже преступникам. Оно же даже им высвечивает необходимые вещи. И теми оно за пределами причинно-следствия не обвиняется. Если же солнце самой иногда приходит и что-то тут делает, тогда мы скажем солнце на вопрос. Поэтому нужны знания, чтобы правильно понять Бога. И поскольку у людей у многих именно обиды на Бога, они становятся атеистами, светкими. Что я от Бога ушел, я просил, а в ответ что я получил? Карма вышла. Тебя должен знать эти вещи. Вот эти пять состворяющих створяет Бхагавадгидл. Божественная песня. Вот эти пять состворяющие створяет, вы в полном знании находитесь. Вот если Бог все благой, а откуда зло и зачем оно? Да, да, да. Вот это же вопрос. Откуда зло? И зачем оно вообще? Этот мир создал не Бог. Человек. Знаешь, что написано в Бхагавадите? Что он говорит? Вообще уходи отсюда, иди ко мне. Доставь сюда. Это не его творение. Его творение – царство Бога. Этот мир создали сугубо материалисты. От его имени есть возвышенные материалисты, есть благочестные святые материалисты даже. Они тоже энергией Бога, знанием Бога пользуются, но творят это живые существа, где Бог. Я строю себе дом сам. Родители породили меня, а где Бог? Это делают непосредственно живые существа. И поэтому они за это отвечают непосредственно. Верующий видит во всем, что это Бог дал и взял. Да. Именно так он и должен видеть. Но так же, как в истории с Иовом, об этом истории, как раз, об этом, в принципе, библейский Иов, который приходил в Самаркан. Иов – это святой человек, признанный святой. У него много учеников, последователей. У него большой дом, жена, дети, детей много, у него много скота. Да, он святой, богатый человек, хорошо живет, под защитой Бога. И дьявол завидует ему. Я переходил к Богу, и дьявол говорит, слушай, дорогой Бог, вот тот, кто есть святой твой, Иов, он, я думаю, притворяет святым. Он тебя прославляет, потому что он процветает материально. Позволь, я заберу у него дом. И ты увидишь, что он начнет верить против тебя. Бог говорит, можно брать все, что угодно. Дом, дверь в дом. Можно брать даже скотт вместе с домом. Только душу, дни, можешь взять душа. И дом сгорел, овцы дохли. Что Иов говорит? Иов говорит, как написано в записке. Ну, печально, конечно, но Бог дал, Бог и взял. Все нормально, все справедливо. Ничто мне здесь не принадлежит. Дьявол говорит, нет, это еще не все. У него есть что-то более дорогое. У него есть жена и дети. Бог, дай я заберу их. И этот увидишь. Иов твой не такой же святой. Он начнет проклинать тебя. А Бог что говорит? Бери. Пока ты вообще никакого отношения не берешь. Бери. Но душу не можешь, душа-то моя. И вы умерли от болезней, жена и дети. Иов очень расстроился. И тут дьявол слушает, что он сейчас скажет. И скромно начнется. А не Бог, как Бог разобрал все это. А Бог говорит, ну да. Бог, да. Бог, да. И все славы только росла. Но дьявол забился еще больше. И Бог сказал, ну нет, дай мне последние возможности. Это просто его лишь лично не касалось. Это все его дети, его мущества. Но он сам. Дай мне его тело. Бог сказал, конечно. Переходим. Легко. Без всякого, к сожалению, спора. Но душу не можешь взять, душа моя. И черное осло поразило его. И честно, это чудовище просто. Переращается в жабу какую-то. Все эти язвы, страшные виды. И вот тогда Иов стал осветывать на Бога. Карамона пошла. Но ведь им все же нужны знания. Нужны знания. И как же спас его Бог в этой истории Библии? К нему сначала приходили последователи. И, ох, ты что такое говоришь? Ты же нас сам учил, что Богу нужно позволять этих пяти безмиренным. Ты что сейчас с тобой говоришь вообще? Почему зовут Крамову? А кто вот такие славы? Вы от меня узнали все это. Это вас просто еще не касалось неофиты. Вы еще в моей шкуре не были. Вас еще коснилось, подождите. И все отбежали с Него. И все стали думать, Иов. Он стал такую Крамову мести. Он был святым. Так изменился человек. Дьявол диковал. Но он забыл одну вещь. Дьявол забыл эту вещь. Душу-то он не мог взять Иову. Душа-то подержала Богу. И Бог в душе явился Иов. В душе, а в сердце явился. И спросил Иов. Ты такой гордый. Ты можешь просить вызов даже мне? А где ты был, когда ты творил эту вселенную? Где ты был сонным? Кем ты был тогда? В той истории Бог лично заботится в душе. То есть нужно еще знать. Вот это знание Бхагавадхида. Это личная забота. Сейчас люди любят читать диссету с Богом. Так? Известная книга. И философия почти похожа на эту. Понимаешь? Там только несколько нюансов есть, отличающих философию. Но беседы с Богом уже даны человеку. Человечеству. Бхагавадхида. Беседа тоже давно состоялась. Если мы хотим получить именно непосредственно Бога, читайте Его слова. Они направлены к каждому из нас. Это не просто рассказано для Арджуны когда-то пять тысяч лет назад и ушло в историю. Эта вечность направлена через Арджуну к каждому из нас. Прочитайте в этом сознании, вы увидите, что вы получаете непосредственно в спеце Бога в собственном сердце. Все. Душа – это же Бог. А остальное Бог дал, Бог взял. Это все временно. В этом мире все временно. Все, что мы превратим, все от нас уйдет. Либо мы уйдем, либо кто-то уйдет. Время. Скажите, а вот творение Бога – это творение случайности. Вы же могли бы каждый не быть в этом мире. Но мы существуем. Это вопрос выбора. Выбора человека. Вы могли бы не быть в этой комнате, но вы в этой комнате будете лежать. Это ваш выбор. И кроме этого, вы выйдете из этой комнаты через какое-то короткое время. И все мы тоже. Это тоже будет наш выбор в этих обстоятельствах. Все, здесь наш выбор. И вот выбор может быть правильный или неправильный. Материальный мир – это неправильный выбор. А для того, чтобы оказаться в материальном мире, у нас же были личные отношения с Богом. Что явилось конфликтом в отношениях? От чего мы оказались в материальном мире? Дело не в конфликте. Дело не в конфликте с Богом, а в неправильном выборе. Можете конфликтовать с Богом, никто не запрещает. Но делайте правильный выбор. Разве родители не ругаются? Родители эти же ругаются часто. Потому что они разрослеют. Но они все ждут выбор убежать из дома. Это же просто выбор. Конфликт – это нормально. Можете спорить с Богом, если вы на таком уровне высоком, можете с ним спорить. Есть история об этом. Когда спутники Бога, которые очень близкие, они могут с ним даже спорить. Но выбор они делают всегда правильный. Какой надо выбор делать, чтобы оказаться в материальном мире? Чтобы оказаться в материальном мире, выбор быть независимым от Бога. Я лучшая. Нет, я лучшую. Как раз именно Бог лучший, вот в этом-то и проблема. Мы в иллюзию впали, чтобы мы вышли. Нет, мы захотели здесь попытаться в свое счастье независимо быть, как Бог здесь, самим Богом. А зачем вообще выбор Божий? Когда человек делает неправильный выбор, вопрос возникает из неправильного выбора. Если вы делаете правильный выбор, такой вопрос не возникнет. А вы верите в то, на силу? Например, как женщина выходит замуж за плохого человека. Зачем я вообще выбор нужен? Правда же? Зачем это выбор? Зачем данного слова выбор? Но если она вышла за хороший, как замуж, она не спрашивает. Это мой выбор наградится. Это очень хорошо тем, по своему выбору нужно. И так, поскольку мы несчастны, мы говорим, зачем это, зачем то, почему так, почему это. А к этому счастью вопросов нет. baby?" Я только пословица вспомнила «Лучше ничего есть, чем попало. Лучше ни с кем не ходить, чем ни с кем не попало». Лучше ни с кем не ходить, чем с кем попало. Что-то сказать не надо? Хороший пословица. А выбор есть. Бывает, что выбор плохой, правда? Магазин низкого сорта – это карма. И вот в жизни мы можем не иметь какого-то большого выбора в своей жизни. Это реальная жизнь, большого выбора. Какого-то имени. Но вы умея выбор не имеем ничего. Согласны? Воспользуйтесь этой стороной. И жизнь изменится. Сначала нужно прекратить требовать от жизни что-то в этих условиях. Перемейте те условия, которые есть у вас. И попытайтесь мыслить выше этого всего. И постепенно же изменится. Вы будете поражены эффектом. Как? Как, что, как? Как? Удалишаетесь тем, что есть. Ну да. Жена сворливая. Я все же думаю об этом. Как же мне угоразило? Как мне? Я уже много, 20 лет не могу решить. Переставлять, переставлять, переставлять. Переставлять, переставлять об этом. И сопротивляться. Да. И ум возмутить дальше. А как? Читать, как выводит. Слушать священные писания. Мыслить философски. Мы только что говорим об этом. Ум возмутить нужно при помощи философии. Сначала при помощи философии. Знаешь, уже философию знаешь, оно не возмышается. Ум возмышается. Но не сразу. Но не сразу. Постепенно. Ум, знаете, если к примеру приводить, что такое ум. Вы, наверное, путаете ум с мыслями. Мысли-то быстрые. А ум нет. Нет. Ум никуда вообще не движется сейчас. Он как Титаник. Титаник такой громадный, громадный, только громадный. Всего нужно разведнуть в другом направлении. Это же вот. Семьдесят лет мы разворачивали. Только через семьдесят лет дошло, что куда-то мы не туда разворачивались. То есть ум немножко поворотливый. Мысли бегают, как тараканы. Но ум, сам по себе, он очень неповоротливый. Поэтому, если вы хотите именно ум изменить, ничего не потерпите. Хотя бы лет 10 должен практиковать. А он не меняется. Он не хочет читать мантры. Не хочет. Это выбор уже. Это не ум. Вот я выбираю читать, а он не читает. Он присутствует. Он все время убегает. Вот прямо как технический. Убегает, возвращаете обратно. А он опять убегает. Да, и опять убегает. А он уже надоел. А вот какая ты несчастья. Ну, хотя пусть присутствует, правда же. Я знаю, что делает ум. Если вы садитесь, медитировать, скажем, на час, полтора. Если он так серьезно занимается медитацией. Ум знает уже об этом заранее, да? Да, он говорит, не хочет. Сейчас полтора, он говорит, смотрит на часы. Хорошо. А через полтора часа вернусь. Мешает им. Что делать-то? Был такой больной угриндовань. Он умирал. Без интерес, что ли, там было индийское дело. Он уже не мог ни пить, ни есть, ничего. Все обратно выходило. И кости, связка костей осталась. Ну, уже как бы умирает человек. И доктор пришел и сказал, нужно давать ему столовую ложку ги, топленого масла. Три раза в день. Доктор, это что, он на живот пить не может? Он говорит, ну, другого средства нет, все равно давайте. Наклоняли, открывая рот и ложку ги вливали в горло. И тут же все, обратно не выходило. Рвоты. Но что-то же оставалось. На пищеводе. Вернусь. Что-то проникает. Он выздоровел. Вот так. Что-то все равно вы услышите. Все равно матра сильнее. Что делать, чтобы кто-то это делал? Вот. Кто заставлял. Чтобы кто-то заставлял. А, я вас понимаю. Если вы в одиночестве практикуете, это трудно. Если рядом с кем-то, лепче. Да, это точно. А так можно тоже ускорить процесс. Общение – это главный принцип. С кем поведешься, ты не берешься. Если мы регулярно будем общаться, мы почувствуем рост. Почему тебе очень много мыслей? Очень много мыслей? Он много всего хочет одновременно. Если бы он последовательно мыслил, вот тогда бы он был эффективен. Хаотично много означает, что неразборчив в желаниях. Без такой. Ну, миллионы желаний до времени. А когда учиться у Сумирения? Вот для этого нужно знать законы природы. Так? Сначала фундамент нужно строить. Верно же? Вы уже так должны мыслить. А то вы и фундамент, и крышу одновременно все думаете, думаете, думаете. И ничего не получится. Верно? Сначала последовательные мысли. От начала до конца завершили. Завершили? Теперь цоколь. Завершили? Теперь стены. Завершили? Теперь крышу. Завершили и так далее. Отделка. Так? Последовательные мысли люди, конечно, добиваются чего-то. Поэтому займитесь практикой духовной. И ум постепенно станет последовательным. И тогда вы достигаете успех. Те, кто могут мыслить последовательно, всегда успешны в жизни, в Корее. Обратите внимание этих людей. Они все очень последовательно мыслят. То есть они могут работать с умом. В прошлых жизнях они эту заслугу имеют. Чтобы нам получить эту заслугу, нужно сейчас практиковать йогу. Это аскерзия. Вот эта аскерзия, она и дает нам возможность ценовую. То есть в прошлой жизни большинство из нас не служили Богу. Согласны? И имеют такой результат, что в личной жизни неудачи, и на работе трудно, и везде, и везде плохо. Нет сил, нет разума. Нет даже последовательных мыслей. Нет? Хаоса в голове и в жизни. Потому что в прошлых они были связаны с Богом. И какая-то связь может по себе наслабеть. Слабеть. Вплоть до животной формы жизни. Так написано в Благовании. Вплоть до животной формы жизни. Мы этого не хотим. Для человека оно специальное. Она привлекает думать о Боге. Занимаетесь этим. Это основа нашей цивилизации человеческой. Высокая мысль. И качество человеческое. Скажите, а кто нас ведет? Бог, судьба, карма или, собственно, я? Все вместе взято. Вот о чем вы говорите. Все одновременно. Так было все просто, правда? Да. Так труднее. Спасибо большое за внимание. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok